мы с геликом едем на фонтан купаться вот так вот едем по речке очень приятная дорога очень мягко и удобно я помню как она у меня в коляске улетела вот с такого вот обрыва в речку ну как в речку от такой же ручей мама помнит моя прекрасно мы с мамой рассматривали пока ну как рассматривали буквально отвлеклись на полсекунды на цветочки а коляска стояла вот так же вот была простая ровная дорога и мы буквально на секундочку отошла я маме показать цветы оборачиваюсь а коляска уже вот так вот несется и вот здесь видите заборчики стоят а там не было забора там не было забора и она в общем с этого обрыва вместе с ангелинкой вот такого обрыва представьте себе вот такая была где-то высота метра 3 если не больше метра 4 она вместе с коляской у меня улетела вот так вот в этот ручей она маленькая еще была совсем это это было нечто представляете я оборачиваюсь смотрю а коляска летит в обрыв я ну просто у меня был шок во первых шок я как заорала мама и улетела вслед за этой коляской прыгнула сразу прыгнула вслед за этой коляской начала доставать благо уровень воды был очень низкий если бы был высокий уровень воды как бывает после сезона дождей я не знаю чем бы все закончилось нам повезло что что было уровень воды очень низкий и то что коляска была супер крутая итальянская фирмы вот это как она называется не помню уже она сделана вот так как яйцо вот такое вот сплошное и ребенок был пристегнут и коляска в общем очень сильно повредилась тогда а ребенок остался вообще на ангелинке не было ни одной царапины представьте себе с такой высоты упасть в реку на коляске и на ребенке нет ни одной царапины она даже вообще не поняла что случилось ну маленькая было еще но мы конечно пережили я родилась вообще заново это было для меня настолько шок настолько урок сильный после этого я всегда коляску даже на любой поверхности ровной даже когда я держала ее в руках но мы стояли на светофоре а я ее держала как будто крука я все равно ее всегда ставила на тормоз обязательно вот люди у кого дети у кого коляски я слышала что много таких случаев бывает вот что дети улетают в реку и погибают там где нет заборчиков в общем это очень страшно очень страшно коляска с коляской нужно быть очень очень внимательно ну вот слава богу говорю слава богу все обошлось никто не знает чем могло все это закончить в корее тоже никто ни от чего не застрахован бывают вот такие вот ситуации страшные какая-то ярмарка а детская одежда что может быть интересней а слава богу есть место сегодня суббота поэтому здесь столько народу обычно фонтан работает конечно и в будние дни и народу намного меньше но корейцев народом не испугать они наоборот любят вкусу пошумнее повеселее повеселее и и и вы и и и и и и вот такую курочку нам принесли Это такое барбекю И Ангелина говорит Ма щопки та Типа наверняка это невкусно Но на самом деле Она любит в кляре Корейцы в основном курицу едят в кляре Такую жареную в жиру Но я такую не ем Не люблю Поэтому заказала вот такой здоровый Здоровый вариант Но Ангелина говорит, что наверняка Какая-то фигня Мы сейчас попробуем, не знаю Давай, открывай, Гелин, я не могу одной рукой Открывай сама, ты что? Первый раз, что? Ягнём Соусы Мастады сосы Мастады сосы Очень здорово, что здесь продают всё-всё-всё Вот в Кёбо Это такой Самый знаменитый бренд в Корее Канцелярских товаров Здесь вот он есть И в нём продаются что угодно Не только канцелярские товары Но вот я купила Ангелинке такое большое полотенце Всего за 8 вонючек И она легла Собирается поспать Так как здесь очень мягкий такой настил Довольно мягкий Стоит вот так бросить полотенце И ребёнок спокойно может поспать вот так Она смотрит мультики Одновременно ест курицу И наблюдает за всем происходящим Здесь Вот так вот отдыхаем Наша суббота Софья на съёмках Папа вместе с ней поехал Они какой-то рекламируют сегодня лего Получат она опять деньги Кучу подарков там В общем работают в субботу А мы с Ангелиной всегда в субботу вдвоём А завтра уже будет Воскресенье Завтра мы будем всей семьёй уже Передвигаться куда-то А я сейчас сижу И все мои мысли Вот там вот в этих рядах С детскими вещичками Сейчас я пойду туда Обязательно что-нибудь куплю Ангелине Очень-очень мне нравится Такой формат Это прям под меня заточено Хотя я больше люблю деревню, конечно Но лучше, чтобы чередовалось Туда-сюда, туда-сюда И так хорошо, и деревня хорошо И дача хорошо Правда же? Ангелина, йоги чуа подачуа? Йоги? В? Кня? Конечно, здесь намного комфортнее Чем на море Не жарко Вот эти здания, они создают тень Все под рукой тебе Песок никуда не забивается В ненужные места Просто Рай Просто рай Захотел, пошел, охладился На волнах, конечно, не поплаваешь Но Тоже вполне неплохо Детям нравится больше В общем Где купаются все нормальные дети? Вот здесь Где купается Ангелина? Там где нельзя Гелик Здесь нельзя купаться Там табличка висит Нельзя купаться здесь Написано Не заходить сюда Вот это ж написано для кого? Для нормальных людей? Не для Гелика? Ангелина Йоги воле турагамен анде Для нормальных людьми Смотрите Работает Ага, вы goodness Заход hate Ага Дежина Этов По Сомнению По Не У меня уже кончились все комплекты одежды, которые я ей брала с собой. Они все мокрые, и они не успевают высохнуть, поэтому я ее купила. Такой один комплект, который я сразу приглядела, как только мы сюда зашли. Конечно, если бы даже не было такой необходимости, я бы все равно его купила. Так, ну это на голову, вот такой комплект, вот такие шортики, и вот такая маечка. Так вот подосправляется. И на лето получается просто шик. Это так мило. Чем проще, тем милее сейчас, знаешь. Скорее, куда не пойди, можно снимать ролик. Видеоролик под названием «Как выглядит счастье». Мне кажется, это потому что все для детей и для их родителей сделано. Ну и для всех остальных тоже. И для всех остальных, потому что все еще стали. Мы сгибаем последний раз. И для своих родителей, которые теперь занимаются на этом. Ты только не знаешь, что это сделал. На это販ку. Ой-ой-ой. Эм, кто-ой-ой. Эм. Твой красный черек на глазу посинел уже. Вот дурында. Дурында. Ты дурында. Смотрите, как шарики поднимаются. Струи воды. Прикольно придумали дети. Вот такая игра. У кого дольше продержится шарик в струе воды. Здорово. О, Ангелина, я теперь вижу, что я тебе челку неровно подстригла. Вот, оказывается, где надо было этим заниматься. Вон она, вон она выбилась прядь длинная. Откуда она? Как вам наш новый прикид? Смотрится вполне мило и удобно. Такой стиль. Нарочи-то простоватый, нарочи-то застиранный такой. До сих пор в моде в Корее остается. Единственное, мне хотелось, чтобы шортики были зеленые. Но они продаются только зеленым комплектом и красным комплектом. Я говорила, смешайте мне, дайте красную майку и зеленые шортики. Нельзя, говорят. С зелеными шортами смотрелось вообще улетно. Смотри, вот это тебе подходит по стилю сейчас, томата. Видите, томатное мороженое. У корейцев помидор считается фруктом, а не овощем. И не только у корейцев, вообще это фрукт-помидор. Но в России почему-то он считается овощем. Спасибо всем, что провели этот день с нами. Пишите в комментариях, купаетесь ли вы в своем городе Фонтане. Или разрешаете ли купаться своим детям. Всех вас люблю. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok